В Урале Херем есть достаточное количество аятов, где говорится, не обмеривайте и не обвешивайте. Вот слушайте, в 17 суре, в 35 аяте, Бог говорит нам, «К вам пришло ясное знамение от вашего Господа. Не обмеривайте и не обвешивайте людей, не обманывайте их в вопросах имущества и не распространяйте нечестие на земле после того, как установлено на ней право». Так лучше для вас, если вы верующие, обращение к верующим, потому что неверующие, это невозможно это сделать. Вы не найдете ни одного неверующего, который считает, что надо обманывать, везде обвешивать. Я не говорю, что все неверующие обвешивают, не в этом смысле. А в том смысле, что он считает, что надо обвешивать, надо обмеривать, и чтобы вы каким-то образом убедили его, что этого не надо делать. Единственное, что можно сделать, это поставить рядом точное весе и сажать его. Это не убеждение, это пугание. Он вынужден это делать. Но убедить человека внутренне, что не надо, пользуясь тем, что тот не знает, как ты его в имуществе обманываешь, обвешивание, обмеривание – это один из конкретных видов имущественного снижательства. Но все, что мы делаем, мы не делаем разве для того, чтобы нам было хорошо? Когда человек обмеривает, обвешивает, крадет, для чего крадет, чтобы ему плохо было? Чтобы ему хорошо было, да? И вот Бог говорит, что так будет лучше для вас. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, вот этого не делай, тогда тебе будет хорошо. Так лучше для тебя, чем если ты это сделаешь. Сделав это, тебе будет плохо. Далее читаю. 17.40.35 аят. Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете меры. Взвешивайте на верных весах. Это лучше и благодатнее по своим последствиям. Вот опять та же самая вещь. Это лучше и благодатнее по своим последствиям. Вроде бы, на первый взгляд, если я обмерил, и вместо 10 кг ему дала всего 1 кг, и огромную сумму денег при этом я оставил себе. Последствия прекрасные, да? Тут ушел. Эти деньги остались мне. Вот так бывает, когда мы оцениваем события своим умом и своими эмоциями. На самом деле, своим эмоциям надо обвешивать постоянно. Не додал эти деньги тебе, пошел что-то купил, еще купил такое же, еще не додал. Посмотрите, как там получается постоянно. Прогрессия какая. А когда мы с вами, как верующие, обращаемся к Богу, и Бог вдруг нам говорит, что по последствиям своим это благодатнее для вас, это лучше для вас, а по последствиям своим. Значит, все последствия, которые мы с вами вычислили, оказались, они все очень близорукими и глуповатыми представлениями, последствиями. Ничего хорошего, оказывается, там не было. Но для этого должна быть одна, единственная и основная вещь. Для этого надо абсолютно слушаться Богу. Если ты не слушаешься Бога, тогда Бог это вроде твоего напарника, там, я не знаю, учителя, товарища, а ты половину того, что он говорит, слушаешь, половину не слушаешь. Но если для тебя это Бог как абсолютная сущность, тогда надо абсолютно слушаться и абсолютно никогда ни в чем нельзя не обмеривать, не обвешивать. То есть никогда нельзя не додать то, что тот думаешь, что ты дал ему, а ты мог не дать. Вот это называется обмеривание загрешивания. Тот думает, что ты отдал ему, а ты знаешь, что ты ему этого не дал. Вот от этого надо остерегаться всячески, если ты хочешь благодать. Далее читаю. Наполняйте меру полностью и не будьте в числе тех, кто недомеривает. Взвешивайте на точных весах. Не убавляйте людям то, что им причитается. И не творите на земле беззаконие и неправого дела. Бойтесь, Аллах. 26, 40, 181, 184. Видите, не творите на земле безправие, беззаконие. Бойтесь, Аллах. Это безнравственно. Плохо не потому, что ты ему деньги не дал. Если Бог захотел бы, Он ему миллионы денег вместо тебя дал бы. Ты идешь, кто-то тебе там, положим, 100 долларов не дадал. Ты возвращаешься и вдруг наклоняешься, можешь 200 долларов на земле лежать. Мало такого бывает, что ли. Поэтому дело не в этом. Не в том, что Бог печется о том, чтобы нам взвешивали картошку сколько нужно. Не об этом речь идет. Божественный закон, закон нравственности. Бог печется не о том, у кого картошки мало, а печется о том, кто, не додав картошку, проявил безнравственность. Ему Он это говорит. Не тому, у кого картошки нет. Еще раз говорю, картошки нет, Бог дать ему что угодно. Манну небесную пошлю. Не об этом речь идет. И Бог обращается не тем, которые обижены. Обращается тем, которые обижают. И Он говорит, что не твори беззаконие. Тебе будет плохо, не Ему. От того, что ты ему не додал какие-то деньги, или там не столько картошек у него дома, ничего не изменится. Если нужен счастливый, он будет и без картошек. Вот ты будешь несчастьем со своими картошками, со своими деньгами. Ты будешь несчастьем, потому что ты творишь беззаконие, нравственное беззаконие. Недомеривать – это не экономическая проблема, не торговая проблема. Это нравственная проблема. Ты не должен никогда ни у кого ничего отнимать. Мерьте и взвешивайте честно. Не обманывайте людей при сделке. Не совершайте нечестия. Опять нравственная речь идет. То, что оставит вам Аллах при честной торговле, для вас лучше, если вы веруете. 11.40.85.86 То, что оставит вам Аллах, если это честно поступает, для вас лучше, если вы веруете. Что значит оставить? Оставит вам означает, что после того, как ты вернул все, что ему причитается, все вернул, у тебя осталось, положим, очень мало. Вот этим очень мало можно получить гораздо больше, чем если у тебя будет очень много, и Бог не захочет оставить его тебе. Сколько было случаев? Кстати, вот случай очень показательный. Вы помните, в начале, когда еще изменения происходили, банки появились. И люди последние свои деньги туда клали, потому что большие проценты давали банке, чтобы на эти деньги жить. Там, я не знаю, дом продавали, машину продавали, чтобы как-то выжить. Вот одного, которого я знаю, который в одном из банков работал, вот он взял все эти деньги, которые почти нищенские деньги люди вкладывали туда, и уехал отсюда. Все деньги. И на эти деньги потом ему пришлось сделать себе пересадку почек, и потом влезть в долги. Там, я не знаю, сердце он, по-моему, пересадил почек, что-то, в общем, там что-то, умирал он уже. Огромную сумму, вот все, что он взял, отдал туда, и еще у нас денег было для того, чтобы пересадку сделать, чтобы каким образом вышли. Вот видите, что это такое. Поэтому всегда, когда вы видите человека, который жалеет на что-то хорошее деньги, говорит, что это мне останется на черный день, всегда напоминайте ему, что лучше 10% того, что у тебя есть, отдать другому человеку, чтобы он обрадовался, чем 100% отдать какому-то проходимцу, чтобы он тебе дал лекарства, и чтобы ты пошел еще к одному проходимцу, к врачу, который без этого имеет массу денег, чтобы он на эти деньги еще 100% достал, чтобы он эти лекарства в тебя вводил, чтобы ты на эти деньги отравлялся, ты пожалел деньги на то, чтобы дать человеку, чтобы он пошел ребенка твоего на карме, отставаясь при этом здоровым, то есть хорошему человеку, у которого дети есть, которому ты ему пожалел дать деньги, потом эти же деньги в двойном, в двойном размере, в стократном размере, ты отдашь гораздо худшему человеку, у которого нет детей, ничего нету, который целый день по ресторанам шастает, и он при даче тебе отравит твой организм, делаешь, что насчет операций делать тебе, лекарства тебе вводить, вот об этом надо думать. И если человек думает вот об этом черном дне, когда у другого черный день уже наступит рядом с тобой, черный день обязательно наступит. И черный день совсем не такой, как люди думают, что он такой именно черный. Черный день совсем такой, не такой, как ты думаешь. Это когда все деньги у тебя уходят на черноты. Вот чтобы не было черноты, куда все деньги уходят, сегодня, когда у кого-то уже черный день, вот тогда ты помоги им. Тогда у тебя может не быть черным. А если у тебя будет черный день, ну что же, у него сегодня будет, у тебя завтра, какая разница. У тебя обязательно найдется, кто поможет, если ты помог. Потому что помогает в этих делах только Бог. Никто больше не может помочь. Вот об этом здесь говорится, когда речь идет, опять-таки, речь идет конкретно как будто бы обмеривание, обвешивание. На самом деле идет о том, как мы должны относиться к людям. Наполняйте меру полностью и взвешивайте по справедливости. Мы возлагаем на человека не только, мы возлагаем на человека все, только по мере его возможности. Когда вы выносите суждение, будьте справедливы, если даже дело касается вашего родственника. Все эти заповеди вам Аллах заповедовал. Может быть, вы опомнитесь и знайте, этот путь, прямая дорога, указанная Аллахом. Следуйте по ней и не следуйте другими путями. Они то вас собьют с пути, указанного Аллахом. Это то, что Он заповедовал вам. Вот видите, здесь в одном аяте речь идет о том, чтобы не обмеривание, не обвешивание. Тут же идет о справедливости. Даже говорит, если это ваш близкий человек родственник. Принцип справедливости – это абсолютный принцип. И Бог всегда, когда на нас смотрит, Он нас мерит по этому принципу. И запрет на обмеривание, на обвешивание опять исходит с того же принципа. Принцип нравственности. Основной принцип нравственности – это принцип справедливости. Один из основных принципов.